Шалом, друзья! С Новым Годом! С новым счастьем! Ежегодные баталии в соцсетях! Можно еврею праздновать Новый Год? Нельзя! Наш праздник не наш праздник! И, конечно, обратились ко мне с этим вопросом. Я надел раввинскую шляпу, чтобы вам ответить. Итак, разберем для начала проблематику вопроса. Откуда берутся сомнения? Дело в том, что Тора нам абсолютно однозначно запрещает перенимать обычаи других народов. Убыху кутэйгэм лоттелеху написано в Торе. Согласно их обычаям себя не видеть. Не следуйте их обычаям. Если так, почему мы в быту очень много вещей перенимаем? Мы с удовольствием пользуемся различными благами и цивилизациями. И не все придумали евреи. Да-да, даже вот эта шляпа, которая на мне раввинская, я уверен, что ее придумали такую форму не евреи. Тем не менее, я с удовольствием ее ношу. И это не мешает ни мне, ни всем остальным раввинам на земле. А как же с этим законом Торы? Дело в том, что Тора запрещает нам перенимать только религиозные, мистические, такие культурные нюансы, аспекты. А все, что бытовое, утилитарное, пожалуйста, на здоровье крадите это и пользуйтесь. Ну, в смысле, перенимайте и пользуйтесь на здоровье. Любую бытовуху, пожалуйста, это все нам разрешено. Итак, Новый год. Новый год, как вы понимаете, это светский праздник. В отличие от Рождества, вот Рождество, религиозный праздник и еврею праздновать Рождество нельзя. А Новый год, он, это просто Новый год. Просто, ну, календарь заканчивается, новый календарь. И это повод, что выпить, это абсолютно рационально простая логика. Все народы всегда празднуют Новый год. Тут нет какого-то чего-то, да. У евреев, вы знаете, есть четыре новых года, хотя ни один не выпадает на 31 декабря. Тем не менее, евреи тоже празднуют свои новые года и все это делают. То есть, это никакого отношения именно конкретно к религии не имеет. Так же, как День Благодарения, это американский светский праздник. И оба эти праздника по этой самой причине Равин Мойши Файнштейн в своей Респонзе пишет, что не видит никаких причин для того, чтобы их запрещать. Так же, как я сказал, не запрещено носить шляпу и костюм. А вот вышиванку я бы не рекомендовал носить, потому что вышиванка, она реально тесно связана с язычеством. Вот эти вот орнамент на вышиванке, он имеет языческие корни, там все эти вот завитушки. Вот. Дед Мороз. Дед Мороз, это новодел. Дед Мороз уменьшит 200 лет, и он как раз выглядит на свой возраст. Снегурочка еще моложе Деда Мороза, но она так и выглядит. Вот. Поэтому можно, в принципе, праздновать Новый год и приглашать Деда Мороза со Снегурочкой. А вот елку я бы категорически не рекомендовал ставить евреям, потому что елка это уже такой обычай. И непонятно, откуда он взялся, то ли он христианский, то ли он еще языческий, корни какие-то имеет. В общем, тут я бы поосторожничал. Но, тем не менее, Новый год, как я сказал, Равмойши Файнштейн не запрещает однозначно. Но, он пишет в конце Царих и Юн. То есть, нужно все-таки глубоко над этим вопросом подумать. Над чем же нам рекомендует глубоко подумать Равмойши Файнштейн? А над тем, что сама эта концепция праздника, не имеющего глубокого смысла, то есть, мы сказали, что в отличие от Пасхи или Рождества, которые имеют религиозный какой-то смысл глубокий, и поэтому тут надо с этим быть очень осторожным. Новый год, мы сказали, он праздник без особой глубины. Говорит, Амойши Файнштейн, именно это само по себе возможно противоречит еврейской традиции. Это сам по себе подход, он такой постмодернистский. То есть, праздновать нечто, не имеющее под собой никакого глубокого смысла. И, на самом деле, если для людей Новый год это центральный праздник в году, это уже может быть таким звоночком, такой красной лампочкой, когда главный праздник в году это день, не имеющий особого смысла. Что это вообще говорит о нашей жизни, имеет ли тогда, может быть, что-то не так вообще с нашей жизнью. Все ли у нас осмысленно и все ли у нас действительно в жизни как надо. Повод задуматься об этом в Новом году. С Новым годом! Шалом! 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 Продолжение следует...